Депутат Государственной Думы Сергей Пахомов, глава Пушкинского Максим Красноцветов и депутат Мособолдумы Михаил Ждан сейчас оценивают ход капитального ремонта физкультурно-спортивного комплекса Пушкина. Вместо старого поля в сентябре тут должен появиться новый стадион с искусственным газоном. Здесь будет новый стадион, конечно, мы должны чуть более масштабно смотреть, у нас есть здесь и хоккейная коробка, необходимы еще несколько зданий было бы привести в порядок, но, знаете, все хотелось бы сразу, но те возможности, которые у нас появляются, мы в них моментально вцепляемся. Само поле оборудуют подогревом и мачтами искусственного освещения. Дополнительно появятся трибуны, раздевалки, душевые, туалеты и площадки для сдачи норм ГТО. В числе прочего обсуждают и благоустройство за территорией стадиона. Вот этот фасад, конечно, вообще зашел бы отлично. Если его вот прям вот, ну, вот, мы будем в спортивной тематике, там, или триколорку на него, и новый стадион, ну, это хорошая тема. Работы проводят в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья». Рабочие уже сняли старый газон и демонтировали покрытие беговых дорожек, которые также заменят на новое. Настроение нормальное. Конечно, ждем зеленое поле, конечно, ждем подогрев, конечно, ждем свет, трибуны и все, что положено. Я думаю, спортсмены будут довольны, но эта работа наша. В ходе рабочего визита оценивают и капитальный ремонт в Ивантеевской детской школе искусств в одном из старейших зданий города. Строители заново выстраивают перегородки между классами и меняют внутренние инженерные сети. Здесь также установят видеонаблюдение, капитально отремонтируют фасад и кровлю. Делаем актовый зал, которого здесь раньше не было, и увеличиваем охват детей. Сейчас у нас там порядка 300 детей в художественном отделении. Здесь еще привлечение объемов 600 в плане выживости. Более 600 детей смогут обучаться здесь по восьми образовательным программам. Новое оборудование также масштабно закупят. Столы, стулья, компьютеры, мольберты и многое другое. Детей ждет совершенно другая школа. Просто пример хороших административных, качественных решений. А состройка, еще раз повторю, объект не такой сложный. Я думаю, что до конца года строитель его осилен. И, в общем-то, детишки здесь много дней в празднике будут улыбаться. Хорошая очень идея. Мы создаем место, куда вот эти вот разрозненные дополнительные образования, которые работают в разных учреждениях, в разных локациях. Вот мы сводим все в одно место. Это здание, которое мы ремонтируем. Уверен, что наши хорошие, добрые взаимоотношения и профессиональная работа на территории депутата Государственной Думы в конечном итоге приведут к тому, что жизнь людей в городском округе станет лучше. Работы идут согласно графику и готовность школы оценивают в 30%. По плану обновленная школа откроет свои двери для учащихся уже в начале следующего года. Иван Чинаев, Камила Клиновская, Сергей Денисов, Александр Корнеев, Анна Белова. Новости Большого округа. Депутат Государственной Думы Сергей Пахомов, глава Пушкинского Максим Красноцветов и депутат МОСУ Былдумы Михаил Ждан осматривают большую стройплощадку на территории Ивантеевского центрального парка. В 2021 году в первую очередь обновили 20 гектаров. Впереди столько же. Работа по благоустройству, она из самых добрых дел. Жители больше всего откликаются по-доброму. На них мы будем продолжать. В Московской области в этом плане уникальный субъект, который при таких огромных своих размерах внимание лесопаркам, паркам в целом уделяет. Работы проводят поэтапно. Территорию уже расчистили и подготовили площадку для строительных работ. На береговой линии установлены сваи для возведения ресторана. Надо заметить, что здесь будут точки притяжения. То есть кафе, какие-то ресторанчики, активности. Это не будет брошено, не будет представляено само себе. Работы по благоустройству предстоят масштабные. Например, в этом году появится тропиночная сеть, в том числе эко-тропа. Рабочие как раз занимаются покраской каркаса. Активная зона, традиционный парк, и здесь такая прогулочная спокойная зона. Вы точно? Да, да. Он на разных высотах. Хорошо. Можно пройти по асфальту, а можно прогуляться по этой тропе. К концу 2025 года во второй очереди появятся велодорожки и парковки, спортивные и детские площадки, туалеты. Обустройству пляжа также уделят внимание. Появятся кабинки для переодевания, сухой пляж с лежаками, медпункт, спасательная вышка. Мы видели сегодня, насколько здесь будет красиво. В этом следующем году работы ведутся, работы непростые, это необычная стройка. Конечно, с рельефом, с ландшафтами всегда работать непросто. Но коллеги уже руку набили, строители. Осматривают в том числе уже благоустроенную часть парка. Маршрут выстраивают от самого входа. Конечная, но не последняя точка интереса – благоустроенная набережная. Для удобства здесь установлен автомат, где можно приобрести корм для уток и покормить речных гостей. Значимой точкой интереса становится футбольное поле, которое появилось в этом году. На территории хоккейной коробки уложили газон, и теперь команды могут проводить здесь матчи. Молодым футболистам подарили новые мячи, а те, в свою очередь, воспользовались возможностью и обратились к депутату Госдумы с необычной просьбой. Можете нашей команде сделать экскурсию там, где вы работаете? Легко. По офису вашей. Легко. Где, по Государственной думе? Пожалуйста. Собирайтесь, конечно. Здесь желание, мы вам покажем. Присмотреть кабинет можно. Правильно, правильно. Давай, давай, давай. Слушай, скоро придет, и время и ваше уже. Тимаич, сколько учится? Еще шесть лет. У меня шесть лет еще есть. То, что здесь такие площадки спортивные, немножко необычные. Это хоккейная коробка, но сейчас на ней временно, на лето укладывается газон. Ну вот, детишки, видите, сколько счастья. Вот ради этого, в общем-то, стоит работать. Работы в парке выполняются по программе формирования комфортной городской среды, которую, благодаря поддержке президента России, продлили и обеспечили финансированием до 2030 года. Самое главное, что жители место действительно полюбили, сколько, четыре уже, три или четыре года этот парк работает и, в общем-то, востребован максимально. И в том числе и поэтому было принято решение обратиться к коллегам из Московской области для того, чтобы расширить территорию парка. В ходе такого рабочего визита удается обсудить и другие проекты, которые реализуются в округе. Среди них – перекладка канализационного коллектора в Пушкино. Это глобальный проект, который требует достаточно очень серьезного финансирования. И, безусловно, без поддержки федерации, без решения на уровне правительства Российской Федерации, такие проекты невозможно вытащить, потому что даже для региона это действительно большая нагрузка. В этом случае мы очень благодарны Сергею Александровичу за поддержку. Иван Чинаев, Сергей Денисов, Анна Белова. Новости Большого округа. Вот таких милых ангелов из дуба, сосны и акации можно сделать своими руками, да еще и со светящимся нимбом. А как именно, узнаем здесь, в мастерской Николая Широкова. Здесь, в Мураново, в мастерской художника по дереву Николая Широкова повсюду ангелы. В прямом смысле слова. За 12 лет мастер изготовил из разных пород дерева более 10 тысяч фактурных уникальных работ. Все началось с идеи подарка для близких. Я просто сделал трех ангелов в подарок своей однокурснице, врачу и одной даме из Питера. И я не собирался этим заниматься. А потом случайно кто-то сказал, что у них подруга коллекционирует ангелов, они хотят ей подарить, не знают, где сделать. Я говорю, давайте я сделаю. И с этого началось, как сарафанное радио, раскручиваться вот эта такая молва, потому что я нигде не публиковал. И потихоньку это приобрело вот такое, как снежный ком. Каждый ангел Николая индивидуален и имеет свою особую фишку, светящийся нимб. Это было случайно. Моя жена увидела на подоконнике ангел, и вот закатное солнце просветило нимб. Она говорит, ты специально сделал? Я говорю, я не специально. А потом, когда разобрался с этим делом, то есть нужно береза правильно высушенная и более утонченный нимб. И когда он покрыт льняным маслом, он дает такое свечение. То есть это с одной стороны фокус, но фокус в рамках предмета, в рамках нимба. Ангелы Николая повсюду. Подвесные украшают стены, а статуэтки – полки. Также совместно с художником Юрием Шаровым Николай изобрел автоматоны. Это ангелы, которые с помощью специального механизма оживают и воспроизводят какое-то действие. Для создания таких удивительных работ необходимо следовать особым правилам. Здесь интересный объем соблюсти какой-то, который играет, и изящную линию. И они просто дополняют друг друга, когда они растут. Все не знают, какие будут здесь крылья. Как я шучу, что мы делаем ножки, тело, нимба, потом они сами бегают в мастерской ищут крылья. На самом деле, это просто нужно, чтобы человек был, как видимо, художником, то есть обладал вот этим чувством линии, потому что в этом весь цимус. Алина Рогожина, Владимир Овсяников, Яков Глойзер. Новости Большого округа. Новости Большого округа. Новости Большого округа.